Здравствуйте, дорогие друзья! Мы отвечаем на вопросы, пришедшие на портал exeget.ru Господь прощает наши грехи только во время исповеди или каждый раз, когда мы Его об этом искренне просим? Поделюсь своим опытом. Когда я приложился в 2011 году к поясу Богородицы, простояв в очереди 11 часов, метро было закрыто, и с людьми, которые стояли в очереди, мы ждали открытия метро, сидели в кафе и уплетали блинчики. Я им рассказал о своих духовных поисках, не очень духовных, и они мне говорят, ну ты же крещеный, иди исповедуйся и причастись. На тот момент я уже как-то по-своему молился Богу и думаю, а чего я должен какому-то другому дядьке рассказывать свои грехи? Бог же меня слышит, я могу с ним сам поговорить. Я встал вечером на молитву, говорю, Господи, я там вот это сделал, вот то сделал, ты меня прости. Ну слезинку пустил, но две. Но жизнь как-то на до и после не делилась. Думаю, ладно, наверное, для исповеди, для чего-то другого ходят. Пришел в храм, нашел батюшку, говорю, батюшка, я хочу первый раз поисповедаться. Первый раз? Ну, возьми списочек грехов, прочитай и приходи ко мне в понедельник, мы с тобой отдельно поговорим. Я взял списочек грехов, начал читать, читаю, 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 как-то мне все грустнее, грустнее, грустнее. Больше половины из того, что там написано, все мое. Думаю, как я об этом буду говорить? Ну ладно, пришел. Ну и батюшка спрашивает. Рассказывай, в чем каешься? Ну, грешил тем, 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 тем. В общих чертах, без подробностей. Каешься? Да, каюсь. Положил голову на Евангелие, священник меня чем-то накрыл, что-то пробормотал, перекрестил, а вот когда он епитрахильц меня снял, меня как накрыла такая неописуемая радость, такой свет внутри, такое счастье, и вот безотчетное чувство, что Бог меня видит, Он меня любит, и мне от этого очень хорошо. Я никогда за 23 года своей жизни на тот момент не чувствовал ничего подобного, и больше вопросов, зачем нужна исповедь, у меня не возникало. Дело в том, что, конечно, сожалеть о грехе и каяться в нем, надо сразу после его совершения, как только до тебя дошло, что ты сделал что-то неправильное, но так или иначе, дойти до таинства покаяния, до исповеди нужно, потому что в этом таинстве происходит некое священное действие, где перемену в тебе совершает сам Бог. Он дает тебе там свою божественную силу, благодать, которая залечивает раны твоей души, нанесенные грехом, восстанавливает разорванную грехом связь с Богом и дает тебе силы бороться с тем злом, которое ты сам в свое сердце допустил. Когда ты просто дома перед Богом каешься, этого не происходит, а когда ты приходишь и в храме совершается исповедь при участии священника, это происходит. Можно в это верить, можно не верить, но так устроил Бог. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.